МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это информационный выпуск программы 24 часа в студии Жан Кадеба. Здравствуйте. В Беларуси сегодня последний день досрочного голосования на президентских выборах. Избирательные участки по всей стране открылись ровно в 10 утра и будут работать до 7 вечера. Тем не менее, многие свой выбор уже сделали. По данным Центра избиркома, в досрочном голосовании приняли участие более 28% избирателей. Наибольшую активность проявили в Гомельской области. Там уже свой выбор сделал практически каждый третий. Впрочем, не сильно отстают и меньшане. Многие решили начать свое субботнее утро именно с похода на избирательный участок. Прекрасная атмосфера. День приятный, солнечный. И здесь, конечно, очень приятно прийти проголосовать. Праздник. Этот день для меня всегда был каким-то таким особенным днем. Всегда делал свой выбор согласно своим представлениям о том, какой должен быть кандидат. Я думаю, в любой день, когда приходит избиратель, который хочет проголосовать, для него в любой день праздник. То есть отдать свой голос. На сегодняшний момент, на сегодняшнее утро проголосовало уже 23,4% досрочно от количества избирателей. Столица приготовила на самом деле очень хорошую программу культурную. Завтра будет работать 109 ярмарок перед зданиями, где будет проводиться голосование. Будет работать 559 объектов торговли. Это не только буфеты, это продажа нашей продукции легкой промышленности в том числе. Более того, у нас будет организовано порядка 500 культурно-массовых программ. Каких-то концертов, мини-конкурсов для детей, в том числе, не только для взрослых. За соблюдением избирательного законодательства и ходом голосования следят многочисленные эксперты. Так, к работе в Беларуси приступила и краткосрочная миссия наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ. А это 40 человек из 7 стран. Между тем, специалисты, которые работают в Беларуси более недели, уже подготовили подробный отчет. Документ председателю Нижней Палаты нашего парламента сегодня передал координатор группы наблюдателей СНГ, итоги которого озвучат уже на следующей неделе. На все аспекты, которые обычно рассматриваются при организации выборов, обращалось внимание. Организация избирательных участков, возможность доступа к выборам избирателей. Есть требования, которые предполагают отсутствие агитации в день выбора и многие другие демократические процедуры. Все они должны соблюдаться в период выборов, в день выборов. И за этим мы будем наблюдать. Информация о выборах в режиме реального времени. Все самые оперативные данные завтра будут поступать из информационного центра ЦИК, который начнет свою работу уже в 10 утра во Дворце Республики. Ольга Петрашевская продолжит. Сейчас у нас есть буквально последняя возможность поработать в информационном центре в относительном спокойствии. Уже завтра рано утром обсуждать, хвастаться эксклюзивными интервью, записанными в том числе. И вот на этом фоне здесь будут сотни журналистов. Ну а самые свежие цифры и последнюю информацию мы будем получать вот отсюда, в формате пресс-конференций. Как и избирательная компания, подготовка к работе инфоцентра ЦИК тоже выходит на финиш. Оборудование расставлено, сенсорные стенды заряжены информацией. Даже в кафе контролируют, хватит ли провизии для журналистов. Тем временем телевизионщики снова и снова тестируют аппаратуру. На президентские выборы аккредитованы более 900 акул, пера и микрофона. Так что самые выгодные точки выбирают и технически обустраивают заранее. До того момента, пока здесь будет репортерский аншлаг, остаются считанные часы. К открытию информационного центра уже практически все готово. На мониторы даже вывели картинку из зала, где будут проходить пресс-конференции. Все данные можно будет передать через интернет. Любители более консервативного вида связи смогут позвонить в любую точку мира. Ну и, конечно, все самые свежие цифры и всю информацию корреспонденты, в том числе и нашего телеканала, будут передавать в прямом эфире. И, кстати, включение могут сделать хоть прямо сейчас. Ольга Петрашевская, Дмитрий Травин, телекомпания «Стого». Напомню, завтра, 11 октября, основной день голосования. Сделать свой выбор в пользу того или иного кандидата в президенты можно будет с 8 утра и до 8 вечера. И к событиям в мире. Число жертв двух взрывов в столице Турции возросло до 86. Около 200 человек ранены. Согласно предварительным данным, бомбы активировал террорист-смертник. Взрывы прогремели в центре Анкары во время демонстрации в поддержку мира. Также участники акции выступали против терроризма. Серьезный ущерб нанесен историческому зданию железнодорожного вокзала Анкары. На месте взрывов сейчас работают полиция и медики. Произошедшее уже квалифицировали как теракт. По предварительной информации, среди пострадавших наших соотечественников нет. Наводнение в американском штате Южная Каролина унесло жизни 19 человек. Несколько десятков числятся пропавшими без вести. В зоне бедствия развернуты поисково-спасательные работы. В стихии разрушены многие мосты и дороги. В спасательной операции задействованы более 2000 человек. Передвигаться по улицам приходится исключительно на лодках. По словам синоптиков, ожидается большая вода начнет уходить только завтра. В Беларуси по субботней традиции телефонные звонки сегодня раздавались в кабинетах городских, районных и областных администраций. Во всех уголках страны свои вопросы и проблемы люди адресовали напрямую представителям власти. По сравнению с началом года обращений стало значительно меньше. Вопросы у населения разные, но социальная сфера и жилищно-коммунальное хозяйство по-прежнему самый частый повод набрать телефонный номер. Так в Щучинском районе большая часть звонков касалась холодных батарей. Отопительный сезон здесь начался три дня назад и пока еще не все горожане ощутили долгожданное тепло. Где-то час было отопление и потом отключили отопление. Ну и я потом ушла уже и пришла вечером, уже было дома холодно. Такие проблемы решались, что называется, не отходя от телефона. В райцентре специально созданы аварийные бригады, которые сразу же направлялись по указанному адресу. Тепло в квартирах появилось в считанные часы. Звонки, поступающие на прямую телефонную линию, носят сезонный характер. Вот и сегодня ко мне на телефон поступили звонки, связанные с подключением отопления. Все эти вопросы решаются в рабочем порядке, оперативно. Служба ЖКХ выезжает на места и старается помочь людям. Между тем, уже третий день подряд в Беларуси фиксируются рекордно низкие температуры. Так, минувшей ночью в Брестской области столбик термометра показал практически минус 10. И это в начале октября и на юге республики. Потепление синоптики пока не обещают. Тем не менее, завтра в Беларуси будет весьма комфортная, солнечная погода и без осадков. На этом пока все. До встречи в 19.30. Продолжение следует...